Покушение на советника президента версии следствия. Вакцинация на линии соприкосновения и две уникальные для Украины операции по пересадке органов во Львове. Вы смотрите новости в студии Светлана Леонтьева. Добрый вечер. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Был осуществлен обстрел. Вероятно, из автоматического оружия пробило заднее колесо. И эта машина на спущенном колесе проехала примерно 5 километров. Обычная операция в пределах часа-двух. Состояние стабильное. То, что Сергей Шефир не пострадал – настоящее везение, считают его соратники. Ведь обычно на работу он ездит без водителя. И именно он сегодня принял весь удар на себя. Сам Шефир его называет героем. Ранили водителя. Водитель молодец. Поехал дальше. Понятно, что мы ускорились. Было жутковато. Тут же я позвонил в полицию, министру МВД. Тут же сообщил, куда следует. Правоохранительные органы сработали очень оперативно. Быстро подобрали. Я остановил прямо на дороге, увидел скорую помощь. Завернул ее. Забрали водителя. Раненого водителя увезли в больницу Феофания. И сейчас, по словам врачей, его жизни ничего не угрожает. Звычайное операция. Это в межах часа-двух. Стан стабильный. Тем временем на месте обстрела работает полиция, кинологи, нацгвардия и сотрудники СБУ. Дело на контроле у Министерства внутренних дел. Целью данного преступления было не напугать, а именно убить первого помощника президента Украины. Я вижу определенно одну цель. Это не я, я здесь, как сказать, опосредованно друг президента. Цель президента. Его морально-психологический стан. Покушавшимся на жизнь его близкого друга Владимир Зеленский, который сейчас находится с рабочим визитом в США, пообещал сильный ответ. В эксклюзивном комментарии нашему телеканалу заявил, запугать его и его команду злоумышленникам не удастся. Я считаю, что это давление именно на меня. Таких шагов даже в очень сложное время после 2014 года. Именно таких шагов в отношении близких людей президента не было. То есть это говорит о реакции на реальные изменения в государстве, которые мы хотим проводить. И даже то, что нам еще не удалось, то направление выбрано правильно. Национальная полиция Украины пока рассматривает три версии покушения на первого помощника президента. Произошедшее связывают с государственной деятельностью Шефира, с попыткой таким образом надавить на высшее руководство страны. И не исключают участие спецслужб иностранных государств. Ирина Коваленко, Новости Украины. Рабочий визит президента Украины в США продолжается. Пзади ряд важнейших встреч. Сегодня Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем НАТО и готовится выступить с трибуны 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. С подробностями из Нью-Йорка шеф-редактор телеканалов «Дом» и «ЮЭй-ТВ» Алексей Мацука. Второй рабочий день президента Украины проходит в Нью-Йорке. Сегодня Владимир Зеленский встретился с представителями компании «Майкрософт». Далее уже в офисе постоянного представительства Украины при ООН президент встретился с генеральным секретарем НАТО Йеном Столтенбергом, который пришел сюда пешком в городе Пробки из-за приезда больше ста лидеров стран на Генассамблею Организации Объединенных Наций. Для меня всегда большое удовольствие встретить президента Зеленского. Украина – очень ценный партнер НАТО, и Альянс продолжит поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины. Президент Зеленский – наш друг, и я, правда, рад был его видеть. Украина не просто… Это очень важно, что мы дошли до такого уровня, когда и наше общество, и наше государство видят, что мы со своей стороны сделали все для этого. Накануне же президент Зеленский встретился с главой ООН Гутерришем, президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйн, президентом Турции Ржепом Эрдоганом. Особая атмосфера царила на встрече с представителями украинской диаспоры. Я вчера ехал по Нью-Йорку и хочу вам сказать, что у нас дороги уже лучше, чем в Соединенных Штатах. Я не радуюсь этому. Вам здесь ездить, а нам к вам приезжать. Тем временем в Генассамблее в эти дни уже звучат слова поддержки нашей стране. Литва, Польша, Турция. Мы считаем важным сохранять территориальную целостность и суверенитет Украины, включая территорию Крыма, аннексию которого мы не признаем. Нужно прилагать больше усилий по вопросу защиты прав крымских татар. Пандемия не остановила войну в Украине, где с начала российской агрессии погибло более 13 тысяч человек. Одно государство захватило территорию другого. В Европе после Второй мировой войны в 21 веке Украина подверглась вторжению. Как отреагировали благополучные страны на эту трагедию борьбы украинского народа за независимость? Это было строительство огромного газопровода «Северный поток-2», по которому российский газ пойдет в Западную Европу, что принесет агрессору еще больше миллиардов. И полная беспомощность или даже безразличие к тому, что с этого момента Украина находится в еще большей опасности. Недавно я участвовал в саммите Крымской платформы в Киеве и был там одним из немногих лидеров западных стран. Я искал там тех, кто построил и одобрил строительство газопровода «Северный поток-2», но не нашел. Президент тщательно готовился к выступлению на Генассамблее. Об этом каналу «Дом» рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Последние такие шлифовки происходят потому, что это было выступление не только об Украине, о том, что тревожит нас, но и о тех глобальных вопросах, требующих ответов. И выступление – это очень важно. Но еще важнее – это, собственно, те двухсторонние встречи, которые проводит президент здесь, в Нью-Йорке. Выступление президента Украины будет транслироваться в прямом эфире телеканалов «Дом» и «ЮА-ТВ». Ну а уже после планируется двухсторонняя встреча Зеленского с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Из Нью-Йорка Алексей Мацуко. Новости Украины. Пандемия невакцинированных. Так, нынешнюю ситуацию с коронавирусом в Украине комментируют в Минздраве. Из завтрашнего дня, когда страна перейдет в желтую зону эпидопасности, для вакцинированных украинцев правила карантина будут мягче. В частности, это касается школ. Тем, где привито меньше 80% сотрудников, надо перейти на дистанционное обучение. Исключением станут детские сады и младшие школы. Они, по словам министра образования Сергея Шкарлета, будут работать в обычном режиме. Прошлогодний опыт доказал, для маленьких детей онлайн-образование неэффективно. Совместно с Министерством здравоохранения считаем целесообразным предусмотреть возможность посещения учебных заведений для получателей дошкольного образования, учащихся специальных заведений общего среднего образования и учащихся первого-четвертого классов учреждений общего среднего образования, независимо от уровня эпидемической безопасности. Вакцинация на линии соприкосновения. В самые удаленные населенные пункты специально приезжают мобильные бригады, чтобы вакцинировать дома тех людей, которые не могут самостоятельно передвигаться. Больше подробностей расскажут мои коллеги. Больница у нас далека, вызовы у нас часто не бывают. У нас нету никого, ни машин, ничего, чтобы куда поехать. Ну, а выживаем. 84-летняя жительница Каменки Валентина Плотниченко записалась на вакцинацию от коронавируса, как только узнала, что в поселок приедет мобильная бригада врачей. Населенный пункт находится в двух километрах от линии соприкосновения. Сейчас здесь 80 жителей, и врачи здесь нечастые гости. Я знаю, я знаю, если поднимется температурка выше 38, выпейте свой панадол. Даже ампулатории в Каменке нет, поэтому медики организовали пункт вакцинации в местном клубе, а людей с инвалидностью вакцинируют на дому. Наша мобильная бригада, она одна у нас сформирована, совершает выезды или на фельдшерские пункты, как сегодня мы здесь находимся, или непосредственно в те населенные пункты, в непосредственной близости к линии соприкосновения. Там у нас есть тоже свои активисты за 6 лет, за 7 лет войны сформировались такие у нас активисты, неформальные лидеры, они нам тоже помогают формировать списки людей. А вот в соседней Красногоровке с населением полтысячи жителей людей вакцинируют в фельдшерском пункте. Местные говорят, в прошлом году многие переболели коронавирусом и теперь хотят себя дополнительно защитить. В декабре я болела, да, я с мужем болела, но я еще как-то легко перенесла, а муж месяц, потом две температуры через два дня, так что тяжело ему пришлось. На территории поселка работает один детский сад и школа, в которой учатся около 60 учеников. Их с усилением карантина не закроют, здесь все педагоги вакцинировались еще до начала учебного года. Всего работает у нас 20 человек. Все учителя и работники прошли вакцинацию от ковид. У нас стопроцентная вакцинация. Всего на территории Очеретинской сельской военно-гражданской администрации работает 9 школ. В них более 80% сотрудников уже прошли полный курс вакцинации. Алена Грамова, Владислав Бобрун, Новости Украины. Сразу две уникальные для Украины операции по трансплантации провели во Львове. 13-летнему мальчику пересадили сердце, а тяжело больному мужчине легкие. Донором стал 54-летний львовянин, который скончался в результате инсульта. Его родные поступили гуманно и спасли несколько жизней, дав согласие на эти операции. Подробнее мои коллеги расскажут. 13-летний Максим из села Заруца Волынской области уже больше месяца находился в реанимации. После внезапного инсульта в июле врачи выяснили, у мальчика серьезные проблемы с сердцем. Чтобы спасти ему жизнь, была необходима трансплантация. Родители привезли ребенка во Львов. У него 22 июля этого года произошел инсульт, а потом через пару дней выяснили, что сердце стало причиной инсульта. Что у него вентиляционная кардиомиопатия. Сказали, что от этой болезни нет лекарств во всем мире. Один шанс его спасти – это только пересадка сердца. Новость о том, что появился донор, была неожиданной. 54-летний мужчина умер от инсульта. На проведение трансплантации согласие дала его жена. Мы боролись несколько дней за жизнь пациента. Но, к сожалению, это кровоизлияние, которое произошло в мозг, несовместимо с жизнью. Мы констатировали смерть мозга. Сердце донора стало надеждой для родителей Максима. Вчера вечером мы узнали, что есть сердце для нашего ребенка. Мы хотим сильно поблагодарить. Не знаю. Большое спасибо. Сразу несколько бригад хирургов готовятся к операции. Впервые в Украине донор сможет спасти сразу несколько жизней. Его легкие подошли еще одному пациенту. Легкие трудно подобрать, потому что только 9% доноров, которые подходят для трансплантации сердца, подходят для трансплантации легких. 56-летний житель Львова Виктор уже более 10 лет живет с хронической болезнью легких. Без пересадки ему оставалось бы жить не более нескольких месяцев. И вот появился шанс. Года три не выхожу из квартиры. Два-три шага и задыхаюсь. Два-три шага и задыхаюсь. Дай бог, чтобы можно было ходить и дышать. Люди, которые ходят, дышат, они не представляют, что такое, когда ты задыхаешься. В операционной работала совместная команда киевских, львовских и польских специалистов. Несколько часов сложнейших операций и встреча с родными пациентов. Сердце хорошее, здоровое, легло хорошо, геометрично все. Уже на следующее утро хирурги общаются с пациентами после наркоза. Главное, кто вам? Я. Тебе? Ну, глазка. Помимо пересадки сердца и легких, за один день во львовской больнице скорой помощи трансплантировали печень, две почки и роговицу глазом. Анастасия Лисовая, Новости Украины. Запрет на отрицание Холокоста, агрессивное высказывание против евреев и разрушение исторических и религиозных сооружений еврейской общины. Верховная Рада приняла законопроект о противодействии антисемитизму. Со временем массовых расстрелов в Бабьем Яре прошло уже 80 лет. Но Украина и мир продолжают изучать самую трагическую страницу в истории еврейского народа. В новом материале нашего цикла расскажем о приложении, которое менее чем за час пересказывает хронологию тех событий. Украина спустя 80 лет продолжает исследовать подробности трагедии в Бабьем Яре, ведь для нас это знаковая и печальная страница истории. Это подчеркнул и президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Мемориальном музее Холокоста во время своего предыдущего визита в Вашингтон. У народа Украины не может быть зародышей антисемитизма и нацизма на генетическом уровне. Не может быть его ни в сердце, ни в душе украинского народа, который пережил на своей земле Бабий Яр. Своим указом я основал пожизненные государственные стипендии для граждан Украины, которые спасали евреев на территории Украины во время Холокоста, во времена Второй мировой войны. И это самое малое, что может сделать сегодня государство – чествование мужества и самопожертвование этих великих людей. Как не только чтить память, но и интересно рассказать о трагедии новым поколениям, задумались современные исследователи и журналисты. Именно так появилось специальное приложение. 55 минут прогулки по Бабьему Яру под истории спасшихся и расстрелянных здесь евреев, ромов, украинцев и военнопленных. Создатели приложения «Бабий Яр» предлагают изучить хронологию событий, произошедших в оккупированном фашистами Киеве в формате аудио-диджитал-спектакля. Его цель – не напугать, его цель – не заставить человека все время рыдать всю дорогу и как-то рвать себе душу в клочья. Это, мне кажется, чуть более даже интересный опыт, чуть-чуть более, с одной стороны, эмоциональный, но при этом не такое однозначное погружение, потому что это спектакль про один день, про то, как жил этот мир в один день 29 сентября 1941 года. Перемещение между точками сопровождается и рассказом о событиях, произошедших в этот день в мире. К примеру, презентация песни в Америке, которая позже стала мировым хитом. Тогда слушатели и не подозревали, что в далеком Киеве нацисты десятками тысяч расстреливают людей. Люди выходят и попадают в руки к немцам, которые сразу же их заставляют раздеваться. Над проектом работали специалисты из Украины, Америки, Британии и России. Читали истории актеры театров. Написал музыку для произведения композитор Леонид Андрулайтис. Формат диджитал-спектакля создатели проекта выбрали не случайно. Хотели привлечь к изучению трагедии младшее поколение. Новый формат – это всегда новая аудитория. И так как у нас сейчас в украинском обществе достаточно часто существует такой алгоритм влияния на что бы то ни было, на любую публичную дискуссию, в том числе об Абьем Яре, очень часто, к сожалению, присутствовала такая реакция, там не читал, но осуждаю, не смотрел, но осуждаю. У приложения есть версии на украинском, английском и русском языках. Его можно скачать на смартфон или планшет, сохранить спектакль и пользоваться интерактивной картой, чтобы не сбиться с пути. Маршрут – это 23 точки и столько же аудиозаписей о далеком 41-м, которые стоит пройти каждому. Лариса Зубенко, Сергей Савчук, Илья Крепак. Новости Украины. Матч за первый национальный трофей нового футбольного сезона уже через несколько минут начнется в Киеве. За Суперкубок Украины будут сражаться Донецкие Шахтеры и Киевская Динамо. На НСК Олимпийский находится наша Елена Дидух, и она уже успела пообщаться с болельщиками обеих команд. Лена, кого считают фаворитом в этом противостоянии и какие прогнозы фанатов на матч? Светлана, ну вот букмекеры считают, что у обеих команд сегодня равные шансы на победу, а также вполне возможно ничья. Тогда будет серия послематчевых пенальти, что вполне характерно для матчей Суперкубка. Обе команды, Шахтер и Динамо, этой осенью играют в групповом этапе Лиги Чемпионов. И, видите, фанаты спешат на матч, хотят с нами фотографироваться. В групповом этапе Лиги Чемпионов, поэтому противостояние обещает быть очень ярким, очень насыщенным. И всегда Суперкубок, это последние годы матч Шахтера и Динамо, собирают очень много болельщиков. И сегодня мы видели болельщиков и Шахтера, и болельщиков Динамо. Много видели детей, приходят с семьями, приходят с друзьями. И вот мы предлагаем посмотреть, нам показали болельщики, как будут болеть, поддерживать свои команды на трибунах. Только Динамо, только победа! Шахтер! 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 В матче за Суперкубок обычно встречается победитель Чемпионата Украины и обладатель Кубка Украины. Но так как в этом сезоне оба эти трофеи выиграла Динамо, то Шахтер сегодня борется за Суперкубок в статусе вице-чемпиона Украины. Спасибо, Лена. На НСК Олимпийский наш корреспондент Елена Дидух. Она только что нам рассказала о прогнозах на матч за Суперкубок Украины, в котором сражаются Донецкий Шахтер и Киевская Динамо. С пожеланием яркой игры, удачи и победы! Я прощаюсь с вами до следующего выпуска новостей. Их всегда можно посмотреть в соцсетях. Берегите себя и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok